Идеи появляются часто задолго до возможности их воплотить. А бывает, что и воплощенные идеи стоят особняком, обогнав свое время. Такой оказалась судьба летающих кораблей, вернее, судов на воздушной подушке. Говоря попросту, такие суда — это перевернутая тарелка, под которую нагнетается воздух. В результате сооружение приподнимается, а если сбоку поместить воздушный винт, то еще и перемещается. Отсутствие трения о поверхность позволяет снизить сопротивление. Советские испытания летающих катеров шли еще с 30-х годов, в условиях секретности. Как следствие, отечественная разработка признана самым большим кораблем на воздушной подушке. Речь о корабле класса «Зубр» или иначе проекте «12322». Приветствую, на связи Нью Солдат. Сегодня расскажем о проекте, который долгие годы оставался засекреченным. Итак, пускай вас не вводит в заблуждение слово «малый». Водоизмещение десантного корабля проекта «12322 Зубр» превышает 550 тонн. После рассекречивания данного проекта суда класса «Зубр» были признаны самыми большими в мире судами на воздушной подушке. А в настоящее время суда этого класса стоят на вооружении военно-морских флотов Украины, России и Греции. Интересен тот факт, что «Зубр» стал первым судном советского производства, купленным и принятым на вооружение страной-членом НАТО. «Зубр» призван выполнять следующие задачи – транспортировать личный состав военных подразделений, боевую технику и заниматься грузоснабжением на необорудованные береговые линии. Воздушная подушка позволяет высадить десант на 70% побережьей всего Мирового океана. Грузовой отсек вмещает три танка, общий вес которых может доходить до 150 тонн, или же 10 бронетранспортеров – до 130 тонн, и еще 140 человек морской пехоты. К тому же здесь могут разместиться 8 боевых машин пехоты или плавающих танков с примерно одинаковыми размерами. При переоборудовании грузового отделения здесь могут расположиться еще 366 человек. Получается, что общее количество людей, которые «Зубр» может доставить на берег, достигает 500 человек. Корпус. Постройка «Зубра» основывалась на производственно-научной базе, созданной в КБ «Алмаз». Как вы понимаете, в конце 70-х годов советские судостроители уже обладали опытом постройки судов на воздушной подушке. Это известные «Кальмар», «СКАД» и другие проекты десантных кораблей. Наиболее успешным из них оказался КВП «Джейран» – проект номер 12321. Его развитием и стал следующий по порядку индекс 12322 «Зубр». Главная несущая конструкция корпуса выполнена в виде прямоугольного понтона 57,3 на 25,6 на 21,9 метра, на котором смонтирована надстройка, в свою очередь поделенная на три продольно-ориентированных отсека. По функциональному назначению грузовым является центральное пространство, по бокам которого размещены энергетические узлы, места личного состава и перевозимых подразделений и защитные системы, обеспечивающие жизнедеятельность, в том числе и в случаях применения оружия массового поражения. Помещения персонала и десанта снабжены системами кондиционирования, вентиляции, отопления и они шумо- и теплоизолированы. Есть условия для приема пищи. Корпус выполнен по цельносварной технологии. Материал – высокопрочный немагнитный алюминиево-магниевый сплав повышенной коррозионной стойкости. Приходилось ли вам находиться на зубре или хоть как-то видеть его живьем? Делитесь своими впечатлениями в комментариях под видео. Электрическая часть. Управление силовыми приводами – задача непростая. Российские военные суда обычных типов приводятся в движение турбинными двигателями, за исключение подлодок, винты которых нагружены на электромоторы. Для упрощения систем управления по подобному принципу организована силовая система МДК «Зубр». Корабль на воздушной подушке непросто удерживать на заданной высоте над поверхностью. Для этого требуется много энергии. Вырабатывают ее электростанции. Их две. В основе каждой стоит 100-киловаттный газотурбинный генератор. Их мощность силовой установки типа М-35, произведенной НПК «Заря Машпроект», составляет 50 тысяч лошадиных сил. Заботой командира БЧ-5 электромеханической боевой части являются главные распределительные щиты. Управление производится дистанционно из главного командного пункта. Многие операции автоматизированы с целью повышения эргономических показателей. В схеме присутствуют выносные пульты. Пневматика. Удержать тяжелое судно на заданной высоте также непросто. Это, в конце концов, не вертолет. Пневмоподушку под корпусом создают четыре четырехлепестных нагнетательных винта диаметром 25 тысяч миллиметров, оснащенных устройствами принудительного управления шага. Вместе с электродвигателем каждый из них составляет нагнетательный агрегат. Горизонтальное перемещение производится по глиссерному принципу. Толкают десантный корабль на воздушной подушке «Зубр» три пропеллера с регулируемыми поворотными лопастями с возможностью реверса диаметром 55 тысяч миллиметров, смонтированных на полимерных композитных кольцевых посадках, снижающих шум. Посредством этих движителей судно разгоняется до рекордных 90 километров в час, а изменение соотношения тяги каждого из них позволяет эффективно маневрировать. Границы подушки. Для того, чтобы нагнетаемый воздух не уходил по сторонам, а работал, удерживая тяжеловесное судно на заданном клиренсе, конструктивно предусмотрены ограничители. Они представляют собой эластичное ограждение, выполненное по двухъярусной схеме. Ресивер гибкий, навесные элементы разделены крестообразно двумя келями – поперечным и продольным. Вся эта непростая система позволяет надежно опирать на сжатый воздух такую махину, как зубр. Корабль на воздушной подушке покоится или движется до тех пор, пока давление уравновешивает его вес, приподнимается, если это нужно, чтобы преодолеть неровности рельефа, и опускается на грунт, когда пора осуществлять высадку десанта и выгрузку боевой техники. Для него неважно, каков характер поверхности – вода это или суша. Диапазон волнения достаточно широк. А способность заползать далеко за береговую линию выгодно отличает его от других, более распространенных и традиционных десантных средств. Вооружение. Десантный корабль «Зубр» – не только средство доставки личного состава и техники к неприветливым вражеским берегам. Он может наносить ракетные и артиллерийские удары с целью подавления возможного сопротивления окопавшегося противника, оказывать огневую поддержку и защищаться от возможных атак неприятельской авиации. Без этих боевых возможностей столь совершенная машина в глазах военных специалистов оставалась бы простым корытом, пусть даже скоростным и маневренным. Корабль на воздушной подушке вооружен. Двумя пусковыми установками «Огонь А-22», стреляющими неуправляемыми ракетами калибра 140,3 мм. Двумя автоматическими установками АК-630, калибра 30 мм с боекомплектом в 3000 снарядов. И восьмью зенитно-ракетными комплексами «Игла». Иногда иностранные эксплуатанты используют американские стингеры. На борту присутствует комплекс «Рэп Сляббинг», позволяющий препятствовать работе вражеских систем связи и обнаружения. Кроме этого, «Зубр» может устанавливать мины. В боекомплекте их до 20 штук. Максимальное время установки – 1 час 20 минут. Друзья, оцените в комментариях под видео «Вооружение Зубра». Достойно ли оно уважения? Конечно, до крейсера этот корабль не дотягивает, но следует учитывать, что в условиях современной войны в одиночку он действовать не должен. И флотская, а также воздушная, если потребуется и тактически ракетная поддержка, ему будет предоставлена. Судьба. Всего в период с 1985 по 2000 годы в СССР было построено 8 кораблей на воздушной подушке типа «Зубр». После раздела Черноморского флота в России осталось три судна. В МС Украины были переданы остальные корабли на воздушной подушке. Два последних достраивались на судостроительном предприятии «Море» в Феодосии. Однако в современной российской и украинской военной доктрине не нашлось применения столь мощному и дорогому кораблю. Поэтому в Афинах 24 января 2000 года между Россией, Украиной и Грецией был подписан контракт, в котором шла речь о продаже нескольких кораблей данного типа Греции. В течение последующих двух лет в Афины были отправлены четыре судна на воздушной подушке типа «Зубр». Корабли получили новые названия – Кефалония, Киркира, Хакинтос и Итаки. Приобретение, несомненно, открыло новую страницу в истории греческого флота. Они очень гордятся своей находкой. Даже один из кораблей принимал участие на международной выставке вооружения и военной техники Defendory International 2000 в Афинах, где был удостоен бронзовой медали. Экспансия В конце июля 2018 года заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что «Зубры» вернутся в состав ВМФ до 2027 года. Борисов также отметил, что промышленность определилась и с производителем. Десантный корабль на воздушной подушке будет производить Хабаровский судостроительный завод. Всего, по словам вице-премьера, в интересах ВМФ будет законтрактовано несколько десятков кораблей «Мурена» и «Зубр». Несмотря на то, что в СССР такие корабли строились исключительно для использования собственного военно-морского флота, новые реалии и открытые рынки вооружений позволяют активно продвигать такую технику на экспорт. Тем более, что с ней за рубежом уже давно знакомы. Здесь важно понимать, что воссоздать такие технологии – колоссальный рывок вперед. Техника такого типа в крайне ограниченном виде существует только в США. Но активным продвижением на экспорт они не занимаются. Да и в любом случае, если сравнивать с советской технологией, которую можно доработать современными средствами, американская техника может оказаться сильно дороже. Что касается советских кораблей – их знают, их помнят и их совершенно точно будут покупать, когда такая возможность появится, отмечает военный эксперт, кандидат технических наук Сергей Саблин. Интерес к боевой технике этого типа проявляют и китайские военные. ВМС КНР, по признаниям экспертов, находятся в состоянии непрерывного развития. И закупка кораблей этого типа значительно расширит возможности ноук на любом из необходимых направлений. Важно отметить и другое достижение. Для производства десантных кораблей этого типа российской промышленности пришлось заново отстроить весь производственный процесс. От сварки корпуса и создания газотурбинных силовых установок, производством которых будет заниматься Рыбинский завод «Сатурн», до полной производственной кооперации. Производство полного цикла позволит не просто воссоздать технологию строительства уникальных кораблей, но и с учетом современных материалов, электроники и программного обеспечения превратить сложные машины в послушных стальных гигантов, которые смогут исправно прослужить несколько десятилетий. Что ж, посмотрим. А мы на этом все. С вами был Нью Солдат. Ждите новых интересных выпусков. А пока обсудите с друзьями наш сегодняшний видеоматериал. Что вам больше всего в нем понравилось? Оставляйте комментарии под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова